Святитель Иоанн Златоуст говорит о скорбях благочестивом и о промысле Божьем. Все, говорит апостол, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. 2 Тимофея 3 глава 12 стих. Каждый, говорит, желающий жить благочестиво будет гоним. Под гонениями, разумеет, здесь он скорби, печали. Подлинно невозможно человеку, идущему путем добродетели, быть без печали, сетований, скорби, искушений. Ибо как это возможно тому, кто идет путем тесным и скорбным? Тому, кто слышал, в мире будете иметь скорбь. Иоанна 16 глава 33 стих. Если Иов в свое время говорил, не определено ли человеку время на земле, и дни его не то же ли, что дни наемника. Иова 7 глава 1 стих. То не гораздо ли более теперь злые же люди и обманщики, говорит апостол, будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Стих 13 там же. Нисколько не смущайся, говорит, если они благоденствуют, а от тебя постигает искушение. Таков порядок вещей. Человеку, который борется со злом, невозможно не испытывать скорбей. Борцу невозможно предаваться неге. Воину в сражении невозможно пиршествовать. Посему никто из находящихся в борьбе пусть не ищет покоя, не предается наслаждениям. В настоящее время есть время борьбы, сражения, скорбей, воздыханий. Есть поприще подвигов. Время покоя будет после. А теперь время усилий и трудов. Но что, если бы добрые веселились, а злые наказывались? Одно может быть, но другого нет. Злые могут терпеть наказание, но добрые постоянно радоваться невозможно. С Павлом никто сравниться не может, но и он проводил всю жизнь в скорби. И в слезах, рыданиях, днем и ночью. Три года, говорит он, день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. Деяние 20 глава, 31 стих. И еще говорит, много раз был в опасностях. 2 Коринфянам 11 глава, 26 стих. Не так он жил, чтобы сегодня радоваться, завтра скорбеть. Но не переставал скорбеть ежи час. Но, как же он говорит, что злые люди и обманщики преуспевают во зле? Он не сказал, что они наслаждаются покоем, но преуспевают во зле. Это преуспеяние во зле не сказал, что они будут благоденствовать. А когда они подвергаются наказанию, то наказываются для того, чтобы ты не думал, будто грехи остаются ненаказанными им. Гиена не может удержать нас от зла. Посему Бог гиенна не может удержать нас от зла. Посему Бог из сожаления к нам сам удерживает и пробуждает нас. Если бы никто из порочных не подвергался наказанию, то никто не думал бы, что над делами человеческими бодрствует сам Господь. А если бы все получали наказание, то никто не ожидал бы будущего воскресенья. Потому что все здесь получили бы воздаяние. Посему Бог и наказывает, и не наказывает. Праведники здесь испытывают скорби, потому что они странники и пришельцы, и находятся в стране чуждой. Таким образом праведники терпят бедствие для их испытания. Ибо послушай, что говорит Бог Иову. Ты хочешь не спровергнуть суд мой, а обвинить меня, чтобы оправдаться? Иова 40 глава 3 стих. А грешники, когда терпят что-нибудь подобное, то в наказание за грехи свои. Итак, будем благодарить Бога за все, так ли Он делает или иначе, ибо то и другое полезно для нас. Он ничего не делает с нами по ненависти или по отвращению к нам, но посылает то и другое по вниманию и по печенью о нас. Тот, кто знает священные писания, как должен знать, не соблазняется ничем случающимся. Все переносит мужественно, иное принимает веру и приписывает непостиживому домостроительству Божию, а для иного видит основания и находит примеры в самом Писании. Ибо не исследовать всего и не домогаться по знанию всего это ясный признак знания. Относительно Бога, кто хочет знать все и дерзает исследовать все, тот особенно и не знает. Кто такой Бог? Ибо в Боге большая часть сокровенна, и исследовать дела Его невозможно. Знай только то, что Бог устраивает все, что Он промышляет обо всем, что мы свободны, что Бог иное совершает, а иное попускает, что Он не желает ничего злого, что не все бывает по Его воле, но иное и по нашей. Именно же злое только от нас, а все доброе, как от нас, так и от Его помощи, что от Него не скрывается ничто, так что Он действует во всем. Знай это, смотри, что доброе, что злое и что безразлично, как то добродетель, добро, порок, зло, богатство, бедность, жизнь человека, смерть, безразличные. Познав это, ты вместе с тем разумеешь, что праведные страдают, чтобы получить венцы, а грешники, чтобы получить наказание за грехи свои. Впрочем, не все грешники получают наказание здесь, чтобы иные не стали не верить воскресению. Равным образом и праведные не все страдают, чтобы ты знал, что не порок достоин похвалы от добродетель. Вот правила и законы, прилагай к ним что угодно, и ты не будешь оставаться в недоумении. Итак, повторяю следующее. Добродетель – добро, порок – зло, а безразличный – болезнь, бедность, козни против нас, клеветы и тому подобное. Праведные здесь страдают, а если некоторые из них и благоденствуют, то это для того, чтобы добродетель не казалась страшной. Злые здесь веселятся, чтобы получить наказание там. А если некоторые из них здесь наказываются, то для того, чтобы зло не казалось добром, и дела их безнаказанными. Если же они наказываются не все, то для того, чтобы не утратилась вера в день воскресения. И между добрыми есть люди, совершающие злые дела, за которые они здесь и отдают отчет, равно как и между злыми есть люди, совершающие добрые дела, за которые они здесь и получают воздаяние, дабы потерпеть наказание там. Дела Божьи по большей части непостижимы нам. Великое различие между нами и Богом, а какое именно, того сказать невозможно. Если мы будем рассуждать таким образом, то ничто не смутит нас. Беседа на 2-е послание к Тимофею. Господу нашему славу веки веков. Аминь.